Мусульмане всего мира сегодня с болью наблюдают ту трагедию, которая разыгрывается между Турцией и Сирией. Фактически эти две страны, ближайшие соседи в регионе, подталкивают к прямому вооруженному конфликту. Гибнут и турецкие военные, гибнут и жители Сирии. А ведь когда-то эти два региона столетиями существовали в границах одного государства. И то, что сегодня происходит между Турцией и Сирией, возвращает нас к той страшной проблеме, которая стала причиной развала одного из самых влиятельных государств в мире – Османского султаната. На развалинах Османского султаната возникли потом практически 22 арабские страны, да и само турецкое государство. И сегодня наследники Османского султаната, то есть государства, которые возникли на обломках Османского султаната, ничтожны в своем политическом влиянии. Я имею в виду голос, совокупный голос, совместный голос. Мусульман практически не слышен на международной арене. Это именно то, чего добивалась Британская империя в те годы – развала единого мусульманского пространства. И развалин Османский султанат был именно через разжигание межнационального противостояния между арабами и турками. Именно искра национального противостояния разрушила влиятельную мусульманскую державу. Но проблема национального противостояния между арабами и неарабами среди мусульман родилась не в те годы, а родилась намного раньше. Дело в том, что после эпохи праведных халифов, да будет доволен им Всевышний, когда к власти пришел халиф Муавия, именно в эти годы начала идти первая трещина между арабским населением халифата и неарабским населением. Муавия еще старался следовать путем праведных сподвижников и не допускал ущемления неарабского населения. Но он был первым из халифов, кто отгородил себя от самих сподвижников. Он возвысился над ними, он отгородил себя дворцами, хаджибами, шуртой, то есть специальными прислужниками, привратниками полиции, которая отделяла его от простого народа и от поколения сподвижников, которые продолжали еще вместе с ним управлять делами халифата. И он стал по собственному признанию Ауэль Минмулюк, первый из царей, то есть из правителей династийной традиции. А уже те, кто пришел после Муавии, они уже начали отделять арабов от неарабов. То есть неарабское население халифата уже начало чувствовать на себе попытки притеснения, попытки принижения, попытки угнетения по объемам налогов, которые на них возлагались, по высокомерному отношению чиновников халифата, которые появились в период после Муавии. И именно эти трещины, которые зародились в период после Муавии, и привели к тому, что в халифате начали появляться различные смуты, различные секты, различные повстанческие движения и периодические брожения, восстания, подавления, разброд и шатания, которые приводили к упадку Амиядского халифата, Абасидского халифата, а потом уже привели к полному развалу османского султаната. И поэтому, когда сегодня то в Средней Азии, то в Закавказье, то на Северном Кавказе, то даже внутри самой России появляются попытки спровоцировать межнациональный конфликт, задайте себе вопрос, на чьей вы стороне? Или вы на стороне тех, кто продолжает дело чиновников, появившихся после Муавии и запустивших в единое тело мусульманского общества бациллы национализма, превосходства арабов над неарабами, одних народов над другими? Или вы продолжаете праведных сподвижников пророка Мухаммада, мир ему благословения, которые были в этот период правления Муавии и халифов после Муавии отодвинуты от принятия важных государственных решений, но при этом они продолжали придерживаться традиции равенства всех народов перед Господом? Чьему делу, чьей традиции, чьему примеру вы будете следовать в своей жизни?